Они помогают восстанавливать здоровье. Специалисты Ульяновского медицинского центра профпатологии отметили свой профессиональный праздник. Специалисты данного профиля помогают гражданам с профессиональными заболеваниями, людям, которые работают на вредных и опасных для здоровья предприятиях, а также пострадавшим от радиационного воздействия. Физическое состояние таких пациентов требует особого внимания. Если с автозавода идут пациенты, это в основном, конечно, мужчины, сборщики, слесарь-сборщики, слесарь-механозборщины, их работают с авиастарой, тоже в основном мужчины. Заболевания слуха у них очень часто бывают от воздействия шума, нейросенсорная туговость. Если какие-то это ткацкие фабрики, не ткацкие, а фабрики швейные, элеганты, то идут, конечно, женщины. Только в 2020 году в Центре профессиональной патологии лечения прошли свыше 13 тысяч ульяновцев. В учреждении на данный момент функционируют амбулаторно-поликлиническое, два профпатологических отделения, дневно-стационар, клиникодиагностическая лаборатория, кабинеты эндоскопические, функциональные и вуздиагностики, отделение физиотерапии, а также рентген-кабинет. В течение последних пяти лет здравница существенно преобразилась. По двугодичному контракту ведутся ремонтные работы двух стационарных отделений. По большому счету на сегодня уже 98,5-99% ремонта в стационарном отделении профпатологии номер 2, это четвертый этаж, полностью выполнены. В Центре завершили ремонт дневного стационара, расположенного на втором этаже лечебного корпуса. На обновление отделения было выделено почти 4 миллиона рублей. В настоящее время проводится поэтапный ремонт третьего и четвертого этажей, предназначенных для лечения пациентов круглосуточного пребывания. Стационар будет рассчитан на 70 коек. Сейчас вот установка сантехники идет. Также все штуки, стены были, штукатуры на шпаклевом уже покрашены. Сейчас вот наносится флоковая покрытика, это завершающий этап. Сейчас через неделю заходит подрядчик на монтаж пожарной сигнализации. Это еще где-то, ну, недели три. В принципе, и все отделение будет уже готовое. В помещениях четвертого этажа проведен ремонт стен инженерных систем, уложено напольное покрытие и настенная кафельная плитка. Смонтирован подвесной потолок, установлены дверные коробки с полотнами. Заменили систему отопления. Общая сумма работ составила почти 15 миллионов рублей. Окончательный срок сдачи третьего и четвертого этажей планируется в октябре текущего года. Все усилия направлены на создание условий для комфортного пребывания пациентов. Что было и что сейчас, совсем это преобразовалось. В настоящее время, сами видите, как здесь у нас изменилось состояние. Ремонт прекрасно сделан, оборудование заменено. Персонал очень приветливый, доброжелательный, внимательный и профессиональный. Своё, как говорится, дело мастера. Значительные работы были проведены и по благоустройству территории больницы. Отремонтировали асфальтное покрытие и пешеходные дорожки. Высадили туи и ели. В лечебно-профилактическом учреждении теперь есть многофункциональная спортивная площадка для занятий лечебной физкультурой. Сумма затраченных средств составила почти 3 миллиона рублей.